всем привет и так что же в обновлении но в новых обновлениях квестера постараюсь очень быстро об этом всем рассказать и так смотрите ну это окно приветствия приемник координат готов это очень важно потому что когда он будет не готов вот эту кнопочку нажать нельзя будет выводится у нас погода для этого нужен интернет вот и также восход солнца и закат солнца дальше что я добавил смотрите есть кнопочка разная в разное нажимаем у нас здесь есть истории что это за история а это сборник всяких страшных мистических иногда не очень в общем все что попадает под страшное под не очень страшно под мистическое непонятное в общем сборник историй эти истории откуда я брал самом низу есть источник написано так теперь смотрите история доступна для чтения один раз в сутки например за сегодня вы прочитали пол истории нажали назад когда вы придете завтра и кликните на историю вы продолжите ее читать вот но если же вы дочитали до конца промотали до конца ушли назад то открыть уже новую не получится потому что страшных историй нужно понемногу а страшные истории очень хорошо читать в палатке вот вы пойдете в поход возьмете телефон с моим приложением и можно будет чем больше вас тем больше историй в день вот что еще то есть это все планируется обновлять что и как кнопочка что здесь и как здесь но здесь пока раз два три четыре совета огонь как добыть огонь без спичек разные способы то есть это я в интернетах еще либо со своего опыта которого немного вот и вы знаете самому становится интересно попробовать это все сделать где-то в походе например вода как очистить воду в полевых условиях что есть что как где и почему где брать воду всякие советы как брать как очистить и все такое дальше есть медицина например аптечка что должно быть походной аптечкой и всякие рекомендации от всяких знающих людей простудные заболевания первая помощь например электрический ток например способы оживления организма вот и все такое там обморок что делать вот это все то что пригодилось бы да все конечно не запомнишь а вот иметь такой справочник небольшой походе самое оно соответственно все это будет постепенно добавляться обновляться и так далее поэтому следите за обновлением дальше теперь можно создать квест или маршрут непосредственно на телефоне в режиме реального времени то есть не надо создавать кв трек здесь конвертировать его хотя это функциональность осталось да но теперь я сделал проще то есть можно нажать эту кнопочку и выбрать что мы хотим создать квест или маршрут если у нас есть незавершенный маршрут или квест то есть мы нажмем продолжить да мы продолжим его заполнять так вот смотрите что тут важно ну давайте давайте я сохраню вот чтобы начать все с нуля нажимаем создать нажимаем квест например и вот у нас вот такая вот ерунда на экране будет это радиус точки думаю вы уже знаете если вы смотрели предыдущий обзор название точки описания и вопрос то есть это непосредственно квест и вот такая здесь кнопочка плюсик то есть там где вы стоите с того момента вот с той точки где вы стоите будет считана координата когда вы нажмете плюсик как вы видите вот здесь смотрите расстояние до последней точки но для чего это нужно но к примеру если вы будете создавать маршрут или квест в несколько заходов свернули приложение закрыли и все такое то когда вы откроете вам просто покажет расстояние до последней точки если это будет ноль в ну чтобы вы четко понимали а это вот это последняя точка то есть значит надо идти дальше вот то есть первая точка сохранилась нажимаем вправо значит что у нас здесь но вариант сохранения новой точки мы даем ей имя какое-то там описание и вопрос ну точнее вопрос вот здесь будет в описании а ответ вот здесь сейчас не столь важно разберетесь и как только вы нажмете плюсик опять таки будет считана координата с того места где вы стоите то есть по хорошему вы идете 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 нашли точку и решили тут точку интереса создать то есть вот там памятник может какой-то надо ответить либо что-то найти вот вы решили это сделать вот вы кликнули ожидаете стоите на этой точке все здесь заполнили и нажимаете плюс вот дальше просто эти кнопочки точнее эти точки можно отредактировать простым клацаньем влево и вправо аналогично по маршруту маршрут тоже снимается с той точки где вы стоите я не делал здесь автоматического создания трекинга и т.д. и т.п. он создается вручную соответственно нажимаете плюсик идете дальше 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 или едете на велосипеде или пешем походе куда-то идете нажимаете плюсик идете идете опять точка нажимаете плюсик идете идете и дальше сохранить нажимаете теперь смотрите когда вы создаете маршрут он сохраняется он сохраняется как вы уже знаете в documents на любом android телефоне есть стандартная папочка documents там будет создана папочка квеста в этом квестере будет треки вот в треке будет создана если вы имя не зададите будет создана по текущей дате и по текущему времени сейчас 24 0 8 21 19 да вот так же этот трек будет создан для того чтобы его можно было бы посмотреть например в google earth также будет папочка создана ки к к м л трек с и в ней будут вот эти треки то есть которая вы сможете в открыть либо в google earth либо в любой другой программе которая может открывать гугловские треки и посмотреть как вы двигались да теперь смотрите пару рекомендаций а кстати что еще есть есть еще сохранить позицию ручной вот здесь надо ввести вручную координаты ну к примеру вам кто-то дал координаты и говорит более на этом нет . в лесу там много земляники каждый год он вам присылает координату вывод здесь сохраняете название . описание нажимаете сохранить у вас идет опрос новый файл или существующий вы там новый например имя файла common группе т.д. и т.п. и это все находится потом в documents cluster points вы можете открыть точки вот они вот ну так как я ничего не задавал то то вот сколько до нее расстояние вот ее можно удалить можно посмотреть информацию можно было когда посмотреть когда она была создана и все такое либо автоматический режим это сразу будут подтягиваться координаты от приемника вот так вот пару рекомендаций по созданию маршрутов как я создавал к пример когда-то мне были часы и там можно было максимум 50 точек создать да вот как я их для себя создавал то есть например я ехал куда-то в лес давайте выберем я пока посмотрим ну например вот здесь да вот и например я себе ставил трек что я хочу там проехаться где-то на велосипеде то я ставил точки я брал google maps и ставил точки например я хочу ехать отсюда точку 1 ставил давайте я сейчас продемонстрирую то есть аналогичным способом я советую вам создавать треки где если вы будете использовать мою программу например в пешем походе или вела вот чтобы на чтобы минимум точек было и чтобы он был какой-то функциональный короче смотрите например ставлю точку раз дальше дальше точку тут смысла как бы особо ставить нечего почему потому что здесь основная дорога здесь нет поворотов здесь нет ничего то есть первое правило какое мы едем до точки то есть даже если у нас а у нас показывается азимут моем приложение да если мы там откроем например документ где тут квестер какой-нибудь трек вот этот например да вот у нас пока будет показан азимут куда мы должны будем повернуть но тут она не работает потому что здесь локально это все запущено короче так вот когда мы или я еду и я вижу что мне азимут азимут какой пока показывает во первых куда надо ехать ну например давайте тут поставлю точку вот так то есть по факту что будет когда мы здесь начнем ехать вот сюда будем ехать нам стрелочка будет показано что и двигаться вот сюда все правильно ничего страшного мы знаем что мы едем по основной дороге и мы должны рано или поздно все равно выехать к этой точке то есть где-то мы вот здесь начнем поворачивать выруливать ехать прямо и соответственно у нас на телефоне стрелочка будет показывать прямо так вот так вот я как обычно это дело я делал вот так вот первая точка старт вот здесь дальше здесь видим их поворотов не надо знаешь мы понимаем что едем 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 и например я захочу свернуть вот здесь то там где я захочу свернуть я ставлю вторую точку а дальше куда я хочу ехать вот здесь судя по всему никаких поворотов нет и нет вот до этого момента например ставлю сюда . и сюда . например вот я хочу проехаться вот таким маршрутом вот так вот вот так вот вот так вот и вот так теперь смотрите я еду вот здесь то есть стрелка азимута меняется 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 вот здесь она когда я еду сюда она уже показывает что не надо ехать прямо и показывает что после этой точки надо будет повернуть налево и когда я подъезжаю к этой точке я вижу то есть там радиус например 25 метров среда я вижу что вот же азимут по следующей точке показывал налево, и я как раз подъезжаю к этой точке и вижу, что вот как раз есть поворот налево, все четенько я туда повернул и поехал дальше здесь я еду по какой-то вот извилистой дороге еду, еду, еду моя точка, азиму, да, она все время будет меняться, потому что конечная точка тут, то есть я направление мое, например, тут будет, а надо сюда, значит, точка азиму, это будет чуть-чуть право показывать соответственно, еду, еду и точка поворота, да то есть следующей точке, куда она повернуть будет показывать право, и вот я еду и я вижу, здесь развилка и влево и вправо, и тут я, конечно же прекрасно понимаю, ага, значит, мне просто вправо надо повернуть, то есть я думаю, вы идею поняли, то есть смысл, например создавать вот в таком варианте маршрут, ну, я особо не вижу, да, он будет точный, есть трекеры наверное, в Google Play, которые будут вот так вот через каждое, например, секунду или 5 секунд, или 10 минут, или 5 минут отмечать точки, где вы находитесь, то есть этого я не делал, смысла нет, то есть у меня создаётся всё в ручном режиме, например, вы создаёте квест для себя, для детей и стартанули, точку здесь поставили, идёте-идёте-идёте-идёте-идёте-идёте, например если где-то нужно будет, ну и пишите в описании иди прямо по дороге, никуда не сворачивая когда ты дойдёшь, например, до точки, где нужно повернуть ты об этом узнаешь и вот вторая точка, где нужно повернуть вот он идёт, 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 прямо по дороге слушается совета, идёт, 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 пришёл сюда достиг этой точки и активировалось окошечко, где можно уже вводить ответ а в этом ответе вы просто можете написать ты достиг до точки, молодец теперь можешь идти к следующей точке посмотри, найди развилку и от своего движения поверни налево, ну, короче, где-то так вот, точно так же с маршрута создаём маршрут пеший, например, мы где-то идём например, мы знаем, что где-то есть полянка на которой много земляники каждый год, или грибов соответственно, мы ставим точку начала и начинаем идти вот сюда, идём, идём, идём потом мы знаем то есть в точках поворота мы добавляем точки, да, вот мы идём, 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 идём сюда, давайте я отменю, вот иду сюда, тут где-то постоянно много каждый год земляники иду в этом направлении иду, 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 поставил точку есть потом я знаю, что надо ещё пройти например, вот на эту полянку иду, 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 дошёл сюда кликнул кнопку сохранить а потом сохранить трек в результате он сохранится вот таким и будет описано вот то есть это можно треки создавать ну, и точку, я думаю, тоже вы поняли я уже пару раз даже пользовался где-то выезжали там на какие-то сборы большое место для ну, стоянок машин и просто сохранял где я поставил машину чтобы её потом было легче найти ну, а на сегодня всё надеюсь, вы всё-таки скачаете моё приложение и будете им пользоваться на данный момент сумасшедшая популярность у приложения оно было уже скачано больше десяти раз с чем я себя и поздравляю ну всё спасибо за подписку за скачивание приложения и за всё такое всем пока спасибо за субтитры Алексею Дубровскому